Ну что, друзья мои, а еще кричали, что санкции полезны. Я вот не пойму, никак не разберусь. Смотрите, Лукашенко по всем телеэкранам визжит, как недорезанный, что от санкций он только выигрывает и лукономика будет свисти и пахнуть. А вот представитель Беларуськалия, по всей видимости, зовут ее, как ее там зовут? Ирина Савченко, по-моему, это не столь важно, какая разница. Так вот, она заявляет, что санкции не полезны и что они будут подавать в суд на литовские железные дороги в случае, если литовцы откажутся возить их недорогоценный калий, который Беларусь. Я вот тут, у меня наступает такой когнитивный диссонанс. Она что, не уважает вот эту верховную кокетку? Я не знаю. Тут, конечно, безобразие полнейшее. С моей точки зрения, у идеологических работников ЦК КПСС Беларуси явная недоработка. Вы кого ставите в руководство Беларуськалия? Это важная компания. А они не хотят, они никак не хотят исполнять то, что им говорит верховный жрец Лукашенко. Да. И вот, она заявила, что они подадут в суд на, соответственно, литовские железные дороги за то, что те нарушают права трудового ведителя коллектива, не перевозя продукцию данного предприятия к порту. Вот тут я уже вообще ничего не пойму. Во-первых, подумайте сами. Вы свой калий отсылаете в страну НАТО, в агрессивный блок НАТО. Вы хотите своей такой судьбы вашему калию, который едет в агрессивный блок НАТО, и там над ним могут измываться сколько угодно солдаты НАТО? Подумайте. Ведь этот калий лучше всего, чтобы он остался дома, еще лучше отвезти его в дрозды, там где вот сидит этот шкловский товарищ, и высыпать ему, сделать там гору. Тогда калий будет себя чувствовать сухо, комфортно и вообще замечательно. И никакие солдаты НАТО не изымутся над ним, не измотутся, короче говоря, не будут измываться над ним во всяческих извращенных позах. Вы представляете, что там будет твориться с этим калием? Это первый момент. Второй момент. Вот она, значит, говорит, что нарушают они права рабочих в том случае, если, значит, калий провозить не хотят. Замечательно. А вот сам Лукашенко не нарушает ли права рабочих, когда садят их в тюрьму, когда увольняют без счета тех, кто принимал участие. Да даже не только, там уже увольняют, по-моему, и ебатик. То есть массовое увольнение это не нарушение прав рабочего класса. Нет, тут ничего, тут никто ничего не замечает. Значит, у них получается с одной стороны вроде вот так, а с другой стороны совершенно наоборот. Ну, в принципе, как и у всех подружных Лукашенко. Утром говорят одно, в обед другое, а вечером делают совершенно третье. То есть у людей абсолютно нет каких-то вообще принципов, устоев и вообще понятий, что они делают. Самое главное, что у них нет понятия, что они делают. Вот это самое интересное. Ну, а Беларусь кали и, по всей видимости, таки все это дело накроется, потому что литовцы очень серьезно намерены сейчас перекрывать им это движение. Даже если они сию секунду его не перекроют, они его перекроют полностью уже 1 апреля. Поэтому, ну, если эти три месяца что-то там выручат этого вот шкловского товарища, ну, возможно, что-то выручат. Но, де-факто, это крах, вот конкретно по этому предприятию, это крах, потому что, я тысячу раз рассказывал об этом, возить такое количество, а не огромное количество возят калия и удобрений, ни в один российский порт не получится, просто потому что или порт не подготовлен, или порт уже забит соответствующей продукцией того же самого Уралкалия, который, получается, придется подвинуть в сторону, чтобы использовать Беларусь калий, чего делать никто не будет. Ну, мы это уже тысячу раз разбирали, и это неинтересно, это понятно, что возить будет максимум через Тигран или Катманду, вот эти вот как бы остаются маршруты. Я бы еще посоветовал через Мадагаскар, тоже неплохой, такой неизведанный, так что вперед, товарищи, с песней Лукашенко, с прапором, как там, закат на болоте впереди. Субтитры сделал DimaTorzok